Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! В последнем ролике я затянул тему истории, эволюции, и вот пришла мысль реанимировать свой вообще доисторический ролик, которому три года, о трех пирамидах в долине Гиза. Уже в том ролике я постарался довольно кратко изложить все основные тезисы, дабы доказать, что пирамиды эти никакие рабы не строили, и вообще вся наша история это мистификация по большому счету, не побоюсь этого слова, мистификация. Мы ни черта не знаем о том, что было далее, чем три тысячи лет до нашей эры. Все это покрыто мраком полным, причем очень густым мраком. Вот. И как я уже в предыдущем ролике говорил, что это выгодно правящим классам оболванивать людей и впаривать им вот эти вот убогие сказки, что, дескать, ничего не было, были только вот эти вот египтяне, шумеры, до них никого не было. Это все-то уже теперь вызывает очень большие сомнения, поскольку бесконечно находят новые факты, артефакты. Все это замалчивается, забалтывается, и вот это вот надоевшая сказка о трех пирамидах, трех пирамидах сложных из блоков. Сейчас я не буду пространно вдаваться в ролики, вы все увидите. Я только скажу, даже вот один только факт, что пирамиды эти расположены по сторонам света с точностью до 0,15 градуса. Такая точность недостижима даже в наши дни. Какие там египтяне, с какими там этими мотыгами, с какими там этими лебедками, как они их ориентировали с такой точностью. Этот факт уже один говорит, что пирамиды были построены не египтянами. Я не знаю, кем они были построены, Атлантами или какой-то другой цивилизацией, но то, что не египтянами, это факт. Смотрите ролик и, как говорится, думайте, думайте. Пока. Вчера в Яндекс.Дзене прочитал очередную бредовую статейку о том, как же в Древнем Египте сотни тысяч рабов возводили пирамиды в долине Гиза. Настолько набило оскомину это бредятина уже, что хочется немного вкратце посвятить в эту тему. Вообще хочу сказать, что современная историческая наука – ничто иное, как набор устаревших, замшелых догм, не отражающих весь спектр последних данных о мире. Те же три пирамиды в долине Гиза, города Тиоанока, Саксо-Майен, Мачу-Пикчу, загадка Баальбека. Все эти объекты никакими рабами не возводились. И постоянно, как сказать, мистифицируются, предлагаются какие-то глупые вот такие вот решения, объяснения. Это все, вот это и есть современная историческая наука. Забалтывают, мистифицируют, несут годами один и тот же бред. А по сути, все давно уже ясно и понятно. Те же пирамиды, кстати, разбросаны по всему миру. Китай, Европа, Египет, еще другие страны. Но сегодня хочу рассказать именно о трех пирамидах в долине Гиза, в Египте. А именно это пирамиды фараонов 4-й династии, Хуфу, Хефрена и Микерина. На протяжении последних 100 лет пирамиды эти были тщательно исследованы, измерены, описаны в десятках трудов, трактатов и научных статей. Однако упорно сохраняется псевдонаучная и абсолютно ложная версия. Все так же нам вливают в уши сказочку о десятках тысяч рабов, поднимающих каменные блоки на высоту небоскреба, о катках, лебедках, бронзовых молотках и зубилах и прочей абсолютно устаревшей бред. А теперь расскажу только о фактах, которые давно всем известны. Ну как бы они так обходятся, или как бы умалчиваются. Но факты эти они, в общем-то, разбивают эту версию о рабах в дребезги. Напомню, речь идет о трех пирамидах в долине Гиза, фараона, Хеопса, Хефрена и Алихафры, построенных из крупных блоков. Все остальные пирамиды построены из... Кирпичей, и они как бы давно развалились. А вот только три пирамиды, они стоят, и ничего с ними не происходит. Вот это и главное отличие этих пирамид. Самая первая загадка, что все эти три пирамиды относятся к четвертой династии. И получается такая странная картинка, что вот первые три династии фараонов строили из тех же кирпичей. Потом внезапно четвертая династия вдруг стала строить из огромных блоков. Как бы приобрела какие-то технологии. Буквально за какие-то несчастных сто лет. А потом пятая, шестая и все последующие династии внезапно технологии эти утратили. Ну как-то поглупели, наверное, или может быть фиг знает. Ну короче, таких загадок история более не знает. Факт остается фактом, что если какая-то цивилизация или какая-то народность обвела какие-то знания, технологии, опять же все это обретается очень долго, столетиями, то она уже никак их не может потерять. Она и будет их хранить, как говорится, до последнего, пока сама не исчезнет. Уже один этот факт вызывает большое-большое сомнение. Второй известный, никак не объяснимый факт, что все эти пирамиды ориентированы по сторонам света с точностью, внимание, до 0,15 градуса. 0,15 градуса. Зачем была нужна египтянам такая точность? И при том точность такая достижима только с применением лазерных теодолитов, более никак. Это второй факт, который тоже как бы бьет по этой догматичной нашей истории. Так что это все необъяснимо. Третий факт, тоже как бы широко известный. Ну, он как бы так обычно не обсуждается. Хотя, в принципе, даже о нем еще упоминал Геродот, как известно, прозванный отцом историй, который первый-то и сообщил о пирамиде. Пирамида Хеопса состоит из 2,5 миллионов каменных блоков весом от 2 до 25 тонн. Известно, и официальная наука это не скрывает, что пирамиду строили 20 лет. 20 лет. Ну, а теперь любой может просто сесть, взять калькулятор и посчитать. Разделить число блоков на число лет. Затем разделить на число дней. Вычесть из этой суммы время, необходимое на ночь. Ночь у-то строителей спали же наверняка. И тогда получится цифра, что один блок устанавливали буквально за считанные минуты. То есть, получается, что эти армии рабов с этими огромными тяжелыми блоками, они просто бегали бегом. Что-то вообще невероятно просто. Ну, видимо, мистификаторы не подумали, что так просто можно, как говорится, вывести их на чистую воду. Они даже не думали об этом. И тот бред, который они несут, он рассчитан на людей, которые, как говорится, вообще ничего не соображают, ни в чем не шарят. Им просто впаривают в мозги вот эту утку, что вот эта армия рабов там таскала блоки, как-то их поднимала вообще непонятно как. И вот это все годами рвется с экранов. Четвертый факт. Ни в одной пирамиде не было найдено никаких надписей, тем более царских картушей, которые бы свидетельствовали, что пирамиды именно строили фараоны. За исключением случая с мистификатором Говардом Вайсом, который целый год работал в Великой пирамиде, и лишь в последние дни якобы обнаружил надписи, причем надписи эти были нанесены грубыми штрихами и просто несусветными грамматическими ошибками в написании. Что и для многих ученых явилось признаком, что Вайс нанес эти надписи сам, дабы получить большие деньги за такое открытие. В пирамидах не были, в этих пирамидах не были найдены никакие мумии фараонов, найдены были только пустые саркофаги, причем еще не факт, что это вообще саркофаги, какие-то неизвестные полые блоки из гранита. Обработанные, кстати, с огромной тщательностью. Тот же фараон Хуфу в своих летописях и более поздние источники вообще никак не отражают, что пирамиды и Великая пирамида построены именно Хуфу. Как же он не захотел увековечиться в веках, тот же Хеопс прославить свое имя, почему он не написал прямо и откровенно, что пирамиду построил я и принадлежит она мне. Ни слова. Еще один факт о том, что это все мистификация. Как я уже упоминал, все пирамиды досконально исследованы, измерены, изучены. Наиболее тщательно и скрупулезно их исследовал Уильям Фландерс Петри еще в далеких 1880-х, 90-х, 1990-х годах. Еще в те далекие годы он заинтересовался гранитным саркофагом, якобы в комнате царя Великой пирамиды. Исследовал его и пришел к выводу, что при его выделке использовались буры с покрытием из алмаза или корунда. Причем прилагаемое к ним усилие должно быть не менее двух тонн. Петри был инженер, и он тогда уже сообразил, что такое усилие и такая точность обработки в те годы просто недостижима. Это был конец 19 века. В нынешнее время, конечно, это уже близко к тому, что мы владеем. Но то, что древние египтяне не владели никакими такими технологиями, это очевидно. А тем более, никакими бронзовыми молотками гранит вообще бронзы не обрабатывается. В общем, вся современная египтология и современная история это сплошная мистификация и набор устарелых догм. Можно еще упомянуть о найденном в начале 20 века папирусе, относящемся к времени первого фараона Менеса, где был найден знак, напоминающий Великую пирамиду. Выходит, она уже в те времена была известна. Совсем недавно, практически уже в наши дни, в конце 80-х годов, был исследован знаменитый сфинкс, стоящий у подножия Великой пирамиды. И на лице чудовища были обнаружены следы дождевой эрозии. То есть, это такие вертикальные иссечения, вертикальные линии. Геологи, которые это все обнаружили, пришли к выводу, поскольку дождей в Египте не наблюдалось на протяжении последних 10 тысяч лет, что и сфинкс, и Великая пирамида были возведены примерно в то время. То есть, задолго, до всяких фараонов, примерно 10-12 тысяч лет назад. Вот такой их истинный возраст. Любые достоверные исследования упрямо говорят, что возведение той же Великой пирамиды, даже в наши дни, и с применением нашей техники, заняло бы огромный объем ресурсов, стоило бы колоссальных просто денег, и не имело бы никакого смысла, если объяснять, что это как бы усыпальница фараонов. Ну а для чего это сооружение вообще нужно? Зачем оно? Если вот так задаться таким простым вопросом. Ну а если оттолкнуться от известных фактов, что ранее были пирамиды, покрыты такой белоснежной облицовкой, ослепительной белой облицовкой, которая должна была быть видна даже из космоса, настолько она была яркой. Зачем понадобилась такая точная ориентация по сторонам света, как я уже упоминал, до долей градуса? И если еще принять во внимание тот факт, что именно пирамиды построены из огромных блоков, зачем строить из таких огромных блоков, ну и строили бы из кирпичей? А это нужно только тогда, когда строители хотят, чтобы объект сохранялся именно на тысячелетие. и не был подвержен тем же землетрясениям, всяким толчкам. Ну то есть стоял бы, как говорится, и стоял. Так вот, все это может быть нужно только в одном случае, если пирамиды служат навигационными маяками для космических кораблей. Более никаких объяснений не получается. Ну и самое последнее, тоже в начале 20 века, были расшифрованы, когда египетские иероглифы. Расшифрованы они были, когда был найден так называемый розетский камень или розетская глыба, на котором были надписи на нескольких древних языках. И все эти надписи рассказывали об истории древнего Египта, об альтернативной истории древнего Египта, в которой было указано, что до эпохи царей, до эпохи фараонов, Египтом правили боги. Причем было указано, какой бог, сколько правил. Понятно, что богами древние называли некую древнюю цивилизацию, которая гораздо превосходила их по технологиям, знаниям, имевшую технику, перед которой даже наши достижения кажутся мелкими и ничтожными. Люди, жившие в те далекие времена, они не умели лгать, они просто записывали и передавали то, что досталось им от предков. Вот, собственно, и все объяснение. Так что никакие рабы пирамиды не строили. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...